Девушки отдыхают Девушки отдыхают Скажи мне, в этом году что принципиально нового мы добавили? Вот экосмену, да? Первое, вот то, что мы с вами обсуждали, мы провели репрессивно внешнего дизайна шатров. То есть у нас на каждом шатре расположены яркие красочные фотографии победителей нашего форума с кратким описанием проектов. Все победители к нам приезжали на форум в качестве экспертов. И как подтверждение аллея достижений, здесь гостей встречает победители прошлых лет. Анастасия Денисова выиграла грант на создание экофермы и вот уже угощает сыром. Откуда? Чей? С помощью грантовой поддержки. Это грантовая поддержка. Лично? Да. Я сама делаю. Сама? Да. Я фермер молодой. Я свои позыки, коровки. Где? Под Самарой. Под Лоси. Спасибо. Прецеденты на гранты этого года свои проекты защищают перед полпредом президентов ПФО и губернатором Самарской области. Участники ИВЛГИ уже прошли окружной и федеральной этапы. Молодежь и выборы, а науке увлекательно и интересно, семейные ценности и дошкольная футбольная лига. Любой из этих проектов достоин победы на форуме, считает Михаил Викторович Бабич. Очень важно, что вы неравнодушные люди. И по большому счету наша задача только создать вот эти минимальные условия для вас, подтолкнуть где-то, поддержать, а дальше вы все сделаете сами. Я очень рад, что у нас такая талантливая творческая молодежь. Чтобы подружиться с нашей талантливой молодежью и увидеть Россию, делегация Сербии преодолела на микроавтобусе 3200 километров. В этом году рекордов много. В смене ИВЛГО Глобал представители 21 страны. За гранты они не борются, но на их настроение это не влияет. Иностранцы признаются в восторге от Самарской области и от автоваза. Машины впечатлили. У нас еще один представитель Питера из Британии говорит, что самое лучшее в России это русские люди. Молодец, это лучший ответ. Русские люди и наша Волга. Всех гостей ИВЛГИ приглашают в Самару вновь. Уже в июне 2018-го 63-й регион примет чемпионат мира. Этому посвящен целый шатер. Здесь достаточно подробно представлены информации, видеоролики. И уже маршруты движения, и пешеходные маршруты. Как мы можем добраться от Самары-арены до площади Куйбышева, до фестиваля болельщиков. А в этом шатре одни инновации. Здесь как и участники форума, так и начинающие игроки рынка. Институт инновационного развития Самарского государственного медицинского университета был основан в 2014 году. И в прошлом уже реализовал собственные разработки на 120 миллионов рублей. В этом году заказы начали поступать и из зарубежных стран. Сотрудничает институт и с мемпромторгом России. Уникальный тренажер по нейроребилитации позволяет восстановиться пациенту после перенесенного инсульта. В данном случае мы надеваем очки дополненной реальности. Человек видит себя в вертикальном положении. Еще у нас идет воздействие тактильное. Сейчас мы включаем компрессор. И маншеты, они повторяют естественное движение с тобой. Человеку ничего не делает, ничего не может. Сегменты его подают, как будто бы тело. И начинает организм внутренне. Само эмоции, а потом начинает стараться уже физически. И очень-очень много. Тренажер сейчас стоит у нас на базе клиник, на медуниверситетах. И еще в больнице середак на областной клинической. И клинические испытания показали, что группа, которая проходит реабилитацию на тренажере, в боя в два раза быстрее восстанавливается. Вообще делегация Самарской области на форуме одна из самых активных и самая многочисленная. 690 человек. Во время встречи с Николаем Ивановичем Меркушкиным они спрашивают о ремонте дорог в Самаре, возможности оказать содействие в работе общественных советов. Интересуются авторы проектов, не прошедших финал, возможно ли рассчитывать на помощь правительства области. Губернатор объяснил, что в регионе работают несколько программ по поддержке таких стартапов. Интересовались участники и обывалги следующего года. Лично мое мнение, мы будем, я думаю, Иволгу продолжать. Мы будем учтем ваше мнение, что бы вы сказали, что вам не совсем нравится, что бы вы хотели. Ну и в том тренде, как это все развивается, надо продолжать. Иволга точно будет продолжена. И свои пожелания уже озвучили жители инклюзивного городка. Говорят, минусов всего два. Первое – мало, просят проводить две смены. Второе – погода. В этом году часто был дождь, хотя это не повлияло на настроение участников. Это самый крупный на данный момент инклюзивный городок на молодежных форумах в России вообще. У нас 12 регионов Триложского федерального округа и приехали гости из Костромы. Вечером на главной сцене закрытие молодежного форума и раздача грантов в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Деньги пойдут на воплощение мечты – реализацию представленных проектов. За эти пять лет 158 проектов получили наши гранты. Но дело не в грантах. Это 158 лучших проектов, которые с момента их признания и до сих пор работают в интересах ваших городов, ваших сел, ваших областей. А некоторые работают уже в интересах нашей страны. К этим 158 проектам, которые стали победителями, есть еще 30 проектов, которые мы рассматривали совместно с Росмолодежью. Пол предпрезидента благодарит губернатора за организацию Иволги. Говорит, что команда Самарской области сработала на отлично. Участникам было комфортно и интересно. Иволга подрослела. Даже по тем проектам, которые мы сегодня слушали, молодые люди, которые представляли проекты, проекты были настоящие, взрослые. Каждый из них бери, реализуй и можешь заработать деньги. И было огромное желание, чтобы каждый проект, который был представлен, как-то перетянуть даже в Самарскую область. И чтобы этот проект был реализован у нас. Каждый из девяти смен выбирает по пять победителей. Два вторых, место два третьих и одно первое. Александр Данилов из Татарстана выиграл в смене «Спортивная молодежь. Здоровая нация». Его проект «Дошкольная футбольная лига» покорил жюри. Он предлагает готовить спортсменов еще в детских садах. Мы создаем уникальную площадку для формирования футбольных навыков у детей, для вовлечения их в здоровый образ жизни и для селекции юных футболистов. Потому что, я думаю, что могут у нас рождаться звездочки в будущем. Рассчитываете сформировать новую сборную России, которая будет на чемпионатах мира побеждать? Ну, это лет через десять, наверное, только. Потому что, если им сейчас по семь лет, то, я думаю, лет только через десять. Это будет юниорская сборная России. Отличились и самарцы. Николай Руденко победил в смене «Медиа-волна». Его идея – интернет-портал, который о науке будет рассказывать просто, доступно и, главное, интересно. Я безумно рад, потому что первый этап нас взяли в доборе. Мы пересмотрели нашу презентацию и уже получилось победить. Наградили в заключительный вечер и участников финального этапа Кубка ПФО по парашютному спорту. Он также прошел на Иволге. Победителю спортсмену из Татарстана Вячеславу Пачколину достался «Икс-Рей». По решению губернатора специальный приз этой автомобиля «Лада Веста» получил почетный гость – инструктор соревнований Владимир Глухов, участник войны в Афганистане. Кавалер Ордена Красной Звезды в очередной раз доказал – человек может все. Ограниченные возможности – это лишь условность. Барьеров не существует. Кстати, уже известно, следующая Иволга пройдет в августе 2018 года. Будут и новые участники команды из Ингушетии. Глава республики высоко оценил уровень форма. Позади 10 дней продуктивной работы. Как мы и сказали, это тренинги, встречи с известными людьми, мастер-классы с ведущими экспертами, дискуссии. При этом, несмотря на плотный график, успевали участники играть в футбол, перетягивать канаты, отпраздновали даже с Сабантуй. Все эти 10 дней на Мостряковских озерах жила и съемочная группа телерадиокомпании «Губерния». Что особенно запомнилось нашим журналистам? Ребята, с добрым утром! Пора просыпаться! Чтобы почувствовать Иволгу, нужно проснуться в полевых условиях. Участники все 10 дней живут вот в таких палаточных городках. Размещение по тематическим сменам. К примеру, здесь молодые политики. Их на форуме больше всех. Каждый день подъем в полвосьмого, полчаса на сборы и уже зарядка. Я сейчас что-нибудь делаю. Сейчас, погоди, я не пойму, училась в движении. Затем завтрак, тренинги и, главное, презентация своих проектов. На выставке инноваций Волги представлены различные экспонаты. Одни из них летают, другие вырабатывают энергию, а третьи и вовсе можно есть. Придется изобретение биоразлагаемой упаковки из растительного возобновляемого сырья, конкурентоспособного по цене и эксплуатационным характеристикам с полиэтиленом низкого давления. Это вот пленка, которую, кстати, можно есть. То есть она съедобная, абсолютно безвредная, из пищевых компонентов сделана. Вот такое изобретение. Спортивная и культурная программы каждый день разные. Концерты на главной сцене, интеллектуальные игры в шатрах, а на поляне соревнования. Ребят, какие есть секреты успеха? Моральный дух и все. Во-первых, мы дружные, во-вторых, моральный дух. И мы все сильные очень. Мы желестые. Очень было тяжело. Вначале мы выиграли, потом снова проиграли, потом снова выиграли, снова проиграли. Канаты – это нечто. Хоть кажется, что это просто вид спорта, на самом деле очень тяжело. Тяжело было и участникам гонки героев Иволги. Экстремальный марафон на форуме проводят второй год. Это некий способ снять напряжение после защиты проектов. Сказать, что трассу для участников гонки героев Иволги выбрали сложную, не сказать ничего. Выдыхаешься уже на самом первом этапе при подъеме в гору. Таких здесь четыре. Также четыре крутых спуска. Как трасса? Она очень сложная, но в команде здорово вообще работать. Если бы не мальчики, мы бы, наверное, вообще не справились. Самые сильные мальчики несли девочек. Мы стараемся держаться всей командой, потому что нужно засчитывать время по всей команде. Да и, впрочем, это даже не главное, потому что это все наши друзья. Хочется смены держать. Объединил участников форума и Сабантуй. Организаторами стали представители татарской и башкирской делегаций. Народные танцы, песни и игры. Самое зрелищное испытание – поиск пятирублевой монеты в тазу с кефиром. Несмотря на сложность, желающих принять такую маску для лица нашлось предостаточно. Руслана, они поняли уже, что он разбавленный, нет? Традиционно на Иволге проходит и акция в День памяти и скорби. 22 июня, ближе к четырем часам утра, выстраиваются колонны. Бессмертный полк идет по поляне Мострюковских озер. Для меня это большая честь – нести отред в своего прадеда в руках. Он был танкистом, был два раза ранен. Отлежал в лазерете и обратно вернулся в строй. Вернулся живой. Прожил счастливую жизнь. Создал семью. Передавал все, что мог своим внукам и детям. В День памяти и скорби традиционно показывают реконструкцию боевых действий. В этом году. Первый бой на погранзаставе. Когда представляешь, что все это было на самом деле, тогда становится страшно. После реконструкции мы пошли исследовать поле и нашли гильзу. Я привезу ее в качестве сувенира в Великобританию, чтобы помнить то, что увидел. В заключительный день форума поляне Мострюковских озер посещают полпредпрезидентов ПФО, губернатор Самарской области и другие почетные гости. Участники Иволги рассказывают о своих регионах и просят сделать совместное фото. Так. Руслан Мургалевичу покажите ее. Да, сейчас. Привет. Экскурсия по Иволге, образовательные шатры, инклюзивный городок, арт-объекты регионов. Хотите ли загадать желание у нашего мишки, символа первого слоя? Это не он. Нужно подойти, потереть носик и загадать желание, и оно обязательно сбудется. Все. Ждем в год. Загадали желание? Загадал. А скажешь, что такое? Иволга пять лет назад – пробный проект. Сегодня фактически уникальная площадка для получения ценных знаний и обретения новых знакомств. Помимо этого форум соединяет сердца. Во время концерта на главной сцене юноша из Самары сделал предложение своей девушке из Оренбурга. Она уже плачет. Любимая, выходи за меня. Как говорят организаторы, делать предложение руки и сердца на форуме – это уже добрая традиция. Иволга не только трамплин для воплощения своих идей в жизнь. Для многих это уже семья. Иволга моя семья. Адресная помощь по злободневным вопросам. Губернатор провел встречу с жителями области, обратившимися в приемную президента. С просьбами пришли руководители агрохозяйства и техникумов, молодые семьи и ветераны войны. Большинство проблем федерального уровня, но, как оказалось, решаемы на месте. Продолжит Сергей Павлов. Свою просьбу Зинаида Петровна Галушка говорит, сдерживая слезы. И просит не за себя лично, а за всех бывших узников концлагерей, чтобы поддержали в части похоронных расходов. Средства когда-то выплачивали на федеральном уровне, но недавно их отменили. Если блокадникам удалось вернуть такую соцподдержку, то узники, как категория, остались в стороне. У нас всего там 234, что ли, вот так вот, туда плюс-минус. Мы вас приравняем ко всем другим категориям. Угу. Там, чтобы было похоронно, как вы поделялись государственные идеи. Спасибо большое. Ну, у меня, в общем-то, весь вопрос. Положительно решился вопрос и руководителя садоводческого предприятия Юрия Хохлова о получении субсидии на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений. В Богатовском районе только в прошлом году заложены почти 40 гектаров яблоневых плантаций. Много раскорчевано старого сада. Мы сельхоз фактически запустил уже процедуру эту. Я буквально вчера у них обманывала. Я добавлю, надо поддержать. Хорошо. Поможем. Может, все-таки садоводство сегодня очень актуально. Очень больше людей может заниматься. У нас очень хорошая переработка. Еще одна сельская проблема. Директор Сергиевского техникума поднимает старый вопрос о главном. Сельхозтехника в учебном заведении больше подошла бы для музея древностей, нежели для обучения. И с таким инвентарем как-то стыдно проводить чемпионат WorldSkills. Конкретная проблема решаема. Сергиевский получит 4,5 миллиона рублей на обновление технопарка. А под такие же вопросы остальных техникумов создадут спецпрограмму. Отдельно его надо будет, может быть, даже собраться. Каким-то составом еще раз подсуждать. Работодателей пригласить. Основных, крупных, которые тоже в этом заинтересованы крайне. Какое может быть их участие. Наш участие. Просьба родительниц из-под стёпок решить проблему нехватки мест в детском саду. Очередь уже доходит до 200 человек. В селе на частное средство построено детское учреждение. Жители просят выкупить его в государственную собственность, чтобы сад стал доступным для всех. Первые 40 миллионов выделим. Проплатим аванс. И последующие 40 миллионов мы оплатим в первом квартале будущего. Но садик перейдет к нам уже, скажем, к первому сентября. Там, видимо, будут первые, даже раньше, я не могу сейчас сказать. Там будет уже... Спасибо вам огромное. Мы очень благодарны. Конечно, родители будут рады. Все ждут, когда мы сейчас приедем. А вот самарские мамы просят главу региона открыть государственную школу хоккея. По словам Николая Ивановича Меркушкина, в ближайшее время откроется ледовая площадка в МТЛ «Арена-2», а через полтора года три площадки в новом дворце спорта ЦСКА ВВС. Желанную же школу хоккея губернатор поручил открыть уже в сентябре. Мы это будем делать уже с этого года. Чтобы не на будущее. Бюджетный год у нас затраты на это. Мы попытаемся, чтобы заработала она, например, в сентябре. Замечательно. Огромное спасибо. Наша мечта стала реальностью. Спасибо большое. Еще двум семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, областные власти приняли решение помочь в решении жилищной проблемы. Безопасные и качественные. В Самаре продолжаются ремонты и строительства дорог и транспортных развязок. К октябрю приведут в порядок Волжское шоссе. На всем его протяжении заменят асфальт, установят барьерные ограждения и уложат тротуары. В тоннелях Московского шоссе уже завершены бетонные работы, идет подготовка к отделке. Скоро начнется укладка верхнего слоя асфальта. Виталий Портнов о дорогах недалекого будущего. Проезд затруднен, но лишь на время. На Волжском шоссе покрытие ремонтируют частями, чтобы не перекрывать движение транспорта. Где необходимо, дорогу расширяют до 14 метров, укрепляют основание и кладут новый асфальт. Укладывается крупнозернистый асфальт и бетон из высокопрочного щебня толщиной в среднем 8, но для исправления просадок поперечного уклона добавляется еще 1,5 в среднем до 9,5 сантиметров. После этого верхний слой 5 сантиметров. Этот асфальт служит дольше обычного за счет полимерных веществ, покрытие устойчиво к температурным перепадам и механическому воздействию. Ремонт Волжского шоссе идет в рамках государственной программы «Безопасные качественные дороги». Стоимость работы – 215 миллионов рублей. У нас есть своя кредитованная лаборатория на базе. Контроль осуществляется как на выходе асфальтобетонной смеси, так и на входе здесь в температурный режим и все остальное. Проверка всех параметров уплотнения проводится как в нашей лаборатории, так и в лаборатории Министерства транспорта. Поэтому контроля нам хватает. Гарантия на верхний слой 5 лет. В течение этого времени подрядчик будет устранять дефекты, если возникнут. О безопасности пешеходов тоже позаботились. Теперь они будут ходить не по проезжей части, а по тротуарам. Предусмотрены и велодорожки. Завершить все работы здесь планируют в октябре. Чтобы Волжское шоссе действительно было безопасным на всем своем протяжении, здесь заменят не только асфальт, но и проведут освещение. И прямо в центре дороги установят барьерное ограждение. Оно необходимо для того, чтобы не допустить выезда машин на полосы встречного движения и уменьшить количество ДТП. Волжское шоссе после ремонта станет частью одного из крупных транспортных узлов, который соединит главные артерии и позволит без препятствий проехать из одного конца города в другой. Всего в рамках госпрограммы «Безопасные качественные дороги» в регионе только в этом году отремонтируют 93 улицы. Не только в Самаре, но и Тольятти, Жигулевске, Новокубышевске, Чапаевске и Кенеле. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в 2017 году планируется затратить 4,1 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда – это средства федерального бюджета. По региональным автомобильным дорогам в рамках данного проекта будет отремонтировано 5 дорог. Две из них – граница городского округа Самары, это участок Волжского шоссе, на котором мы сейчас находимся, и Красногленское шоссе. Это уже другой значимый объект – Московское шоссе. Реконструкция идет в рамках подготовки к чемпионату мира. Тоннели почти готовы, бетонные работы завершены, скоро отделка. Начинается монтаж насосов для канализационной станции. Она будет работать в автоматическом режиме и откачивать дождевую воду. Это ноу-хау на объекте не единственное. Планируется установить специальные датчики лекислого газа. Например, если у нас случилась пробка, перекрытие или авария, чтобы когда концентрация лекислого газа превысит, тоннель будет закрыт для движения, пока здесь еще будет система вентиляции, пока система вентиляции не уменьшит концентрацию газа. На самом кольце проспекта Кирова уже уложили асфальт. На свое место к концу года вернется штурмовик Ил-2. Памятник восстановят по первоначальному проекту. Рабочее движение по московскому шоссе примыкающим улицам откроют 1 сентября. В 2017-м завершат ремонт Новосадовой, Ташкентской, строительство арены 2018, Дальний и ряд других. Таких объемов работ на улицах Самары не было никогда. Этого удалось добиться благодаря поддержке федерального центра. Регион получает колоссальные средства. Мы видим, что в Самарской области оказалась в этом году достаточно серьезная поддержка из федерального бюджета. Общий объем по 2017 году, который из федерального бюджета только в региональный бюджет для Самарской области, помимо затрат на сами федеральные дороги, составляет 6 миллиардов 863 миллиона рублей. Ну, коллеги, надо, наверное, внимательно посмотреть на эту цифру и понимать, что совсем недавно, под несколько лет назад, эти объемы казались просто невероятными. Общий дорожный фонд региона в этом году составит 27 миллиардов рублей. Почти половина этих средств будет выделена Самаре. Это позволит привести в нормативное состояние 60% улиц областного центра. Продолжение следует... Формат цвет рисунок. Эти вопросы обсуждают уже не первый день. Сроки поджимают. Свою продукцию представляют две компании – Самарская и Рязанская. Предполагается, что последнее будет делать входные группы. Верхний слой плитки – границ. Смотрится красиво, фундаментально. Споры идут только из-за цвета. Необходимо, чтобы не рябило, не отвлекало от главного объекта стадиона и не скрадывало территорию. Она большая. Поэтому один цвет, например, серый, возможно, не будет смотреться. Звучит предложение класть полосами. То есть сначала более темную и ближе к арене уходить к светлому. По мнению архитекторов, плавный переход будет указывать болельщиков направление к спортивной арене. От более насыщенного цвета, да, к менее насыщенному. То есть полосами, то есть как градиентом. Производитель же может играть количеством крошки, в которой он фактурный слой. Больше белого, меньше черного и наоборот. С этим предложением губернатор соглашается. Необходимо посмотреть на проекте. Тут важно, подчеркивает он, не переиграть с цветами. Эту часть тогда вот чуть-чуть добавить и посмотреть. Чуть-чуть изменить вот этот белый цвет на теплоту придать. Потому что, да, может слоновой кости. Тут слоновой кости нет, я думаю. Тут больше серости. И отработайте вот эту полосность. Можно сделать цвета, как они сделают, чтобы вот эту зону сделать. Размеры этой плитки 80 на 80 сантиметров. Особое внимание губернатор обращает на укладку материала. Все должно быть сделано качественно. Это касается и самарской компании. Она претендует на большую часть работ. Рекреационные зоны, места отдыха, парки и скверы. Здесь вариантов с цветами больше. Это в том числе и желтый или, например, дорблю. Перед компанией стоит задача, чтобы эти зоны перекликались с другими. При этом было не слишком ярко, но и не тускло. Необходима золотая середина. У вас будет 70-75 тысяч квадратных метров. Ваша задача сделаем качественно, доброе, справимся. Это очень большой объем. Я понимаю. Мы понимаем всю ответственность. И, в общем-то, гордимся этой ответственности. Презентует губернатору и проект здания Центра одаренных детей. Напомню, он будет располагаться на третьей просеке. Там будет обсерватория, спортивные залы, гостиница. У нас в сложном условии участка очень много зелени. Мы бы очень хотели сохранить, максимально сохранить эту зелень и разместить эти корпуса. Идея возникла. Вот детская игрушка, змейка, змейка Рубика. Одаренные дети, головоломка. Давай. Форма разная. Ну, то есть новые перспективы различные. Перспективы, да-да-да. Осмотрел губернатора и ход строительства аллеи гордость чести славы Самарской области. Здесь уже оборудовали насосную станцию, ривневые канализации, идет устройство фонтанов. Уже скоро приступят к возведению амфитеатра. Внизу предусмотрено место для сцены. Ее будут собирать на время концертов. Собрали в течение полутора часов. Да. Я помню, как задача, чтобы она была быстрая. Быстрая, и чтобы в обыденные дни тут было все чисто, аккуратно. Потому что сцена, если так, она постоянно будет. Она оттуда подпортит чуть-чуть. Самарцам то, что получается, нравится, многие отмечают масштабно. Красиво получилось. Лавочки поставили. Тут многие отдыхают теперь. Тоже нравится. Будем ходить. Нужно это городу? Ну, думаю, да. Чтоб молодежь развивалась. Раньше было менее красиво, а сейчас прям хорошо все. Сейчас должны облагородить все. Все должно быть красиво. В 2018 году будет хорошо. Это будет очень круто. Будет замечательно для города. Пожалуй, будет намного лучше, чем во многих городах. До конца года все работы будут завершены. Реконструкцию ботанического сада начнут уже в этом году. Об этом сообщил губернатор на церемонию вручения государственных и областных наград. Звания заслуженных удостоились представители разных отраслей. Это и промышленность, сельское хозяйство, строительство. Вручил губернатор и орден мужества. Вдове летчика, погибшего при исполнении служебного долга. Они до сих пор еле сдерживают слезы. В то время, когда о СЮ журналисты расспрашивают о муже, к ней подходит дочь, чтобы приободрить. Трагедия произошла 14 июля 2015 года. При крушении самолета Ту-95МС, экипаж выполнял задание, погибли два летчика. Два профессионала. Очень добрый человек был, очень позитивный, улыбчивый. Очень крутой специалист был. Имеет награды Нестерова. Очень много кого выучил. Он был инструктором. Всегда гордилась тем, что он меня похвалит. Всегда пыталась соответствовать его планке. Они были вместе с 93-го года. Как говорит супруга, он действительно жил небом. Больше летал, чем ходил. Майор Зайцев Александр Николаевич награжден Орденом Мужества посмертно. Те действия, которые там сегодня происходят, конечно, еще раз хочу сказать, это ради каждого живущего сегодня на российской земле. Еще раз спасибо вам. Спасибо за мужа. Ну, я думаю, если какие-то вопросы будут, государство, страна, и мы в том числе сделаем все для того, чтобы вас в разных жизненных ситуациях поддерживать. Спасибо. Орден Мужества скоро передадут и семье второго погибшего летчика. Я лично от лица командования дальней авиации хотел бы поблагодарить правительство Самарской области и города Самары за оказанную помощь семьям, за содействие, очень ценно для нас. В этот день сразу три награды от главы государства. Почетную грамоту президента России за заслуги в развитии физической культуры и спорта вручает Владимир Алексеевич Асееву. Я хочу выразить большую благодарность президенту Российской Федерации за почетную грамоту руководству Самарской области и посредственно губернатору за последние пять лет спорт стал на надлежащем уровне. В частности, по хоккею. Я должен сказать, что если пять лет назад мы в Приволжском федеральном округе занимали 13-14 место вместе с Кировской областью, то сегодня мы входим в тройку лидеров по строительству спортивных сооружений. Многие из награжденных благодарят губернатора за достигнутые регионам успехи в строительстве, образовании, культуре. Скоро открытие нового здания Самарта. Знак отличий за заслуги перед Самарской областью получает директор театра. Большие перемены в дорожной отрасли, промышленности. Агрария достигли рекордных показателей сразу по нескольким направлениям. Спасибо от крестьян за то, что вы приехали к нам в область. Они начали сейчас, после длительного периода, немного дышать и даже приносить пользу обществу. Звание заслуженного эколога Самарской области получил из директора ботанического сада. К тому же губернатор сообщил, что уже в этом году будут выделены деньги на реконструкцию. Территорию приведут в порядок. Присутствующие поблагодарили главу региона не только за свои награды, но и за внимание к подрастающему поколению. Как отметили на встрече, сейчас в регионе создаются условия. Уже работают центры одаренных детей, становятся конкурентоспособными вузы. Все больше молодежи остается в Самарской области, хотя раньше уезжали в другие регионы. Спасибо за ваш труд. Труд очень ответственный, профессиональный. И, конечно, каждый из вас человек большой буквы. И спасибо вам, успехов вам и мира нашей стране, мира нашей планете. Временные рамки эфира не позволяют рассказать обо всем подробно, поэтому дальше подборка событий и фактов недели, которые редакция программы «Точки над И» просто не могла упустить из вида. Указом президента назначен начальник областного главка. Этот пост занял Александр Иванович Винников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Александру Винникову 54. Ранее два года он возглавлял управление МВД по Магаданской области. До этого более 20 лет работал в Санкт-Петербурге. В основном в структурах уголовного розыска и криминалистики. Напомню, место стало вакантным после ухода прежнего руководителя Сергея Александровича Солодовникова. Он занимал этот пост с февраля 2015-го, а в марте этого года указом президента был освобожден от должности. Полтора миллиарда рублей в качестве стимулирующих субсидий получили города и районы области по итогам четырех месяцев. Это на 9,5 миллионов выше установленного плана. В рамках региональной программы каждый муниципалитет может рассчитывать на дополнительные средства для развития, выполнив определенные социально-экономические показатели. Пример активности подают малые города. Среди лидеров – Чапаевск. Он выполнил план на 105% и получил почти 2 миллиона рублей. В передовиках оказалось также Сызрань – 2,8 миллиона. И Тольятти, получившие дополнительно 4,6 миллиона. Среди районов успех удалось добиться Красноармейскому, Кошкинскому и Шигонскому. В аутсайдерах среди городов – Октябрьск и Самара, а среди районов – Волжский и Пестравский. Они не достигли даже стопроцентного показателя. В этом году в данной схеме впервые участвовали внутригородские районы областного центра. Среди них первое место занял Советский район, а самый слабый – показатель у Красноглинского. 22 июня, в День памяти и скорби, по всей стране прошли траурные митинги. В Самаре на площадь Славы пришли тысячи горожан, чтобы почтить память героев, сражавшихся за свободу Родины и тех, кто ковал оружие победы в тылу. Нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. Только из Куйбышева на фронт было мобилизовано больше полумиллиона человек. Домой вернулись меньше половины. В пятый класс пошел, началась война. И тут началась бомбежка и прочее. Страшно, не дай бог никому этому пережить. Мама говорит, детки мои, давайте. Школа прекратилась, у нас учебы никакой нету. Идут там старички какие, бабушки, собирать. Кожа картошку там убрали, может какая попадется, собирайте все, несите. Мы знали, что война будет. Мы к войне готовились. Но мы не знали, что она будет такая тяжелая. И то, что мы встречаемся, мы демонстрируем тем самым свое единство и готовность постоять за себя, встретить любого врага в полном вооружении и не дрогнуть ни при какими неприятностями. Венок и цветы горельеф ускорбящей матери Родине вместе с ветеранами Самарской области возложил и губернатор Николай Иванович Меркушкин. В память о погибших прозвучали оружейные залпы. В 2018 году все школы Самарской области будут подключены к высокоскоростному интернету. Перспективы сотрудничества обсудили на встрече губернатора с президентом Ростелекома. Сейчас уже подписан контракт на оказание услуг связи 549 школам. Это 67% от общего числа. Работа продолжается. Идет взаимодействие сторон и по вопросу обеспечения безопасного дорожного движения, установки камер, фото и видео фиксаций. Ряд мероприятий запланирован и в рамках подготовки к чемпионату мира. Все, что вы делаете, это интересно, это необходимо. Сегодня просто без этого невозможно жить. Хотел бы сказать о том, что мы продолжаем реализацию программы, программы, которая называется программа устранения цифрового неравенства, предполагает обеспечение высокоскоростного доступа в интернет для жителей небольших населенных пунктов. К концу этого года почти 50% программы по Самарской области будет завершена. В течение месяца начнется работа по обеспечению высокоскоростным интернетом медицинских учреждений. Напомню, эту задачу в своем послании поставил президент России. Сейчас уже произведен расчет стоимости оказания услуг. Это порядка 120 миллионов рублей. Хоть и пусть область достаточно компактна, но, тем не менее, очень часто все равно 150-180 километров быстро обменялись, показали, посмотрели снимок, посоветовали. И люди на месте в течение 50-ти минут сделали то, что точно нужно. Поэтому давай мы будем за и планировать и двигаться дальше. Как отметил губернатор, в регионе хорошие IT-специалисты. Это в том числе и выпускники Самарского университета. Президент компании ответил, что студенты у них уже проходят практику и многие остаются работать. Нареканий к ним нет. Большое внимание цифровым технологиям сейчас оказывают в школах и даже в детских садах. Работают секции робототехники. На международных соревнованиях самарская команда заняла седьмое место в мире и стала первой по России. Главу Нефтегорского района подозревают в получении взятки. По версии следствия, в 2010 году за разрешение на строительство жилого дома в Нефтегорске он получил квартиру стоимостью более 700 тысяч рублей. Жилплощадь впоследствии была оформлена на родственницу. На тот момент чиновник занимал должность заместителя, руководителя муниципалитета. В его обязанности входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Возбуждено уголовное дело. В следственном управлении Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района Нефтегорский, который подозревает в совершении преступления предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса о получении взятки. После возбуждения уголовного дела подозреваемый был допрошен, свое причастное совершение преступления он отрицает. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Санкция статьи за преступление, в котором подозревается глава муниципального района, предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы вплоть до 10 лет. Всего же в 2016-м было возбуждено 98 уголовных дел по факту дачи взятки и 69 по факту получения. Подследствия попали в том числе чиновники, полицейские, сотрудники МЧС. Пока точки над эр оставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин